Здравствуйте, дорогие друзья! Пятница недельной главы ИТРО. Мы в шаге от шабата. Все время говорим о заповедях. И сейчас продолжим. Все заповеди Торы делятся на те, которые человек обязан выполнять по отношению к Творцу, и на те, которые он обязан выполнять по отношению к близким. Основная заповедь по отношению к Творцу, ее определил пророк Хавакук. Он сказал, и праведник в вере своей жить будет. Что это означает? Основа всего вера. Как сказано в трактате Макот, основа заповедей, веди себя по отношению к ближнему, как к себе. То, что ненавист на тебе, не делай ближнему. Это вторая часть заповеди. Вот, в принципе, и все, если прийти в самый корень. Довольно часто встречается ситуация, когда необходим какой-то нерелигиозный человек. Обращается к праведникам, каббалистам, заболел в медицинской, экономической сфере. Думают эти люди, что у праведника находится ключ, который все делает. Это неправда. Если они действительно в этом уверены, они ошибаются. Праведник всего лишь может помолиться за исцеление или попросить Творца о чем-то. Но кто сказал, что Творец захочет помогать тем, кто в повседневной жизни ничего не делает и заповеди не выполняет вообще. Бога нельзя задобрить деньгами, ценными подарками. Ему от нас нужно одно – соблюдение заповедей. В городе Ратин жил Хафицхайм. И вот один крупный раввин приехал к нему за благословением с собой. Взял соседа, который, в общем-то, проще вам верующий, но сейчас нерелигиозный. Отошел от образа жизни религиозного. И всех своих детей, кроме старшего, отдал в обычные школы. Когда раввин и его попутчик приехали к Хафицхайму, то нерелигиозный сосед попросил благословения в финансовой сфере. Его уволили с работы, и есть проблемы. И Хафицхайм сказал, когда я был ребенком, моя мама на рассвете отправляла меня в Хедер и давала мне с собой бутерброд. Когда я по тем или иным причинам не шел в Хедер, мне бутерброд не давали. Если вы будете соблюдать заповеди, и все ваши дети будут учиться в религиозной школе, ваше материальное положение улучшится. Вот это единственный повод. Заповеди еще и лечат. Были книги, которые показывали, какая заповедь, чем помогает. Рэбе, например, писал о болезни ног. Ноги олицетворяют заповедь благотворительности. Ноги поддерживают все тело, и оно без них не стоит. Также и заповедь о благотворительности. Без нее не может существовать еврейский мир. Поэтому советую больше зарабатывать на благотворительность. И это поможет болезни ног. Я как пример, есть еще там, я знаю, Хафицхайм из Багдада. Пишет, что есть известное средство против болезней. Вообще, пусть больной возьмет на себя обязательство выполнить какую-то заповедь, которую раньше не выполнял. И делать ее, где он не обязан по закону Торы, но вот это делает похвально. И заслуга будет защищать его обязательно. И вообще надо иметь немножко сейхл. Знаете, есть история об одном глупце. Есть люди, которые вообще, кажется, выполняют заповеди, но на самом деле больше приносят пользы. Именно из-за отсутствия головы. Был один глупец, который каждый вечер перед сном раздевался на одежду и разбрасывал ее в разные стороны. Утром он долго искал. И вот он решил сэкономить время, изменить порядок. Он понял, как он упорядочит свою жизнь. Он взял ручку и записал. Там цицит лежит. Там-то, там, где цицит на стулке, рубашка на кресле, брюки на полу. А в конце написал «Голова на подушке». И очень счастливый уснул. Утром он в момент собрал все вещи по списку. Когда дошел до головы, написано «Голова на подушке», а ее нету. И он стоит до сих пор и ищет еще. Потому что мораль очень простая здесь. Многие с особым великолепием исполняют каждую деталь заповеди. Кроме одной. Головы-то нету. Перед нами шаббат. Подготовка к шаббату – это тоже важнейшая заповедь. Если человек возьмет на себя... Многие мудрецы специально... Один резал помидоры, один что-то делал. В трактате «Шаббат» написано, что этим занимались величайшие мудрецы. И сказано от имени святого Арии. Под, который человек... Ну, то есть усталость, которая возникает от человека от приготовления шаббата, способствует исправлению его на небо. И награда за это очень велика и дается за каждый шаг. Браха, браха, слаха, всего самого-самого лучшего. Вообще, давайте сегодня попробуем найти какую-нибудь заповедь и начать ее выполнять. Можно на шаббат?